наш эфир продолжает программа голос здравого смысла что я сказал фразу и и сам всем остановил думаю голос здравого смысла и что-то в общем заработался конец недели уже немножко устал здравствуйте здравствуйте ли сегодня мой приятель позвонил мне хороший приятель позвонил я сегодня звонил но он вы он из киева сам родом и конечно все что происходит в украине его беспокоит волнует он дозвонился до компании coca-cola но просто он смотрел кто принимает участие в вот в этих мероприятиях кто так сказать останавливают бизнес или нет он не нашел coca-cola дозвонился туда и задал им вопрос а вы останавливаете бизнес свой приостанавливаете останавливаете в россии они говорят нет он ведь ну тогда я об этом расскажу всем так вот я очень хорошо давайте всем рассказывать правильно потому что огромное количество компаний в себе в убыток а приостановила работу с россией в том числе скажем где чел федекс и перестать атомные поставщики всяких посылок там быстрых писем и тому подобное банки audi bmw не знаю кстати volkswagen точно porsche остановили поставки запчастей новых автомобилей 7 из основил поставки огромного количества медицинского оборудования и главное техных расходных материалов которые которые нужны то есть люди которые дали в лист самолеты там по моему из тысячи приблизительно самолетов дальнего полета который находится сейчас в россии это все боинги и европейские там за эти арбасы так вот 80 более 80 процентов 700 там с лишним самолетом они находятся в так называемом лизинге то есть русские решили их не покупать а брать в долгосрочную аренду но как всегда кому-то в россии надо было обратку получать они нашли одну компанию находящуюся в ирландии и эта компания значит вот сейф самолета и предоставляла со всего мира а сейчас ирландия заявила что сказать полная блокада бизнеса с россией и россия обязана в течение месяца вернуть все самолеты иначе и будут арестовывать в аэропортах а если не будут их отдавать через месяц не отдадут то будут также и судом арестовывать суда там и это и т.д. и т.п. то есть то ли будь что у которой есть у россии за границы то есть вот люди люди которые понимают что вот это надо остановить частные организации до которых нет оружия чтобы идти сражаться они сражаются своим образом и это будет очень действенно своей точки зрения к сожалению долго так что нужно еще чтобы и происходило что-то политическое военное интересно скажем частные компании вот лизинговая компания которая забирая возвращает свои самолеты отказывают разрывает контракт они по идее должны понести какие-то финансовые потери ну за досрочный разрыв контракта там штраф какой-то а потом ведь если тысячи самолетов будут стоять на паркинг-лате компанию тоже несет колоссальные убытки они же вложили миллиарды долларов закупаете самолеты и в то же время наш зиц председателя или как алексей орлов его назвал пациент белого дома ни в какую не хочет так сказать восстановить энергетическую независимость не хочет разрешить строительство excel pipeline не хочет разрешить бурение добычу нефти газа добычу угля здесь нет он обратил свои взоры к ирану и закупает иранскую нефть тем самым финансируя террористов которые безусловно что безусловно отразится на безопасности израиля и республиканские политики об этом говорят заявляет слух даже есть законопроект который запрещает закупку нефти скажем в россии но ничего вот мне хочется понять и ведь это всем очевидно ведь скажем стоимость рост стоимости бензина скажу сказывается на всех на тех кто голосует за демократов на тех кто голосует за республиканцев и грядут эти выборы промежуточные или они ради какой-то великой цели готовы пожертвовать всем я думаю что все проще сережа дело в том что если сейчас начать делать о чем ты говоришь о чем говорят все нормальные люди то это означает полностью вернуть то что делал трамп в экономике то что он делал было здравым смыслом а делать по-другому против здравого смысла они делают все время по-другому чем и всадили в америку и мир потому что вот война в украине российское нападение это есть прямой результат энергетической экономической политики соединенных штатов америки при байдере то есть прямой результат а если они сейчас скажут да мы будем бурить да мы будем строить проволокской проводить там газа нефти там и тому подобное проводы да мы будем там восстанавливать нефтеперерабатывающие предприятия это означает что они идиоты потому что человек сидел в белом доме все это как бы предвидел вел политику определенным образом они пришли своим лозунгом сказали мы сломаем все что этот у не умный плохой недальновидный враг всего американского и всего гуманитарного и тому подобное сделал если сейчас они начнут это делать означает полное подтверждение того шаги идиоты а трамп был прав это и так видно невооруженным глазом к сожалению но мне все-таки кажется что существует какой-то и мотив более тяжелый нежели признаться в собственном идиотизме потому что это очевидно это очевидно самое самое сложное очевидно это вот людям которые а на других позициях находится б которые задумываются а вот мы сейчас видим по россии как легко уговорить миллионы населения в чем угодно если даже это прямо противоположно тому что происходит прямо у них перед носом вот точно так же произошло зомбирование огромной части населения здесь в соединенных штатах америки и мы всегда думали что если есть один источник информации да там советский союз там то сказать коммунистическая партия и тому подобное ты не мог быть там релегантом а и публиковаться тем то посадили в сумасшедший дом или там это да закрыли бы то выясняется что а мы думали что если есть несколько то люди могут получать различную информацию таким образом их нельзя зомбировать оказалось не так казалось что человеческий мозг устроен таким образом что он выбирает какую-то информацию скорее всего близкую к той которую получил когда-то то есть вот когда первый раз создалось о чем-то у него вот мнение ощущения картины катего мира созданная в школе там относительно там чего-то да в младших классах может быть там может чуть позже вот если он то что ему как бы сходится вот с этой картиной мира он выбирает эту информацию она его подкрепляет а то что не сходится противоположно он полностью отбрасывает вот это вот особенность мозга она и приводит к тому что человека можно зазомбировать просто способом следующем быть первым кто создаст у него картину мира а это то самое чем 30 с лишним лет тому назад начали заниматься так сказать левые левые и очень левые когда спит пошли в школу начали создавать учебник и смотрите до чего это доехало до до критической расовой теории и тому что я вот позавчера разговаривал с женщиной членом комитета по образованию флориды она мне говорит мы сейчас проверяли учебники они умудряются в примеры математику физику и химию засунуть социалку то есть ли такие примеры дают не то что маша шла и нашла 4 гриба потом нашла еще пять сколько грибов всего нашла машина а идет разговор о том что там белые убили четырех негров а в линчевали а потом еще трех сколько негров линчевали белый и т.д. то есть я сейчас не в такой прямой форме я просто для понимания а то есть пронизано образование таким образом что дети с киндергартен то есть еще до того как они попали в школу уже им промывают мозги то есть мы смеялись тем что детей в россии заставляли петь о том как они любят путина а здесь про обаму пели то же самое и про байдена уже сейчас слагаются таскать песни о том какой лидер потрясающий какой он мудрый и как он обманывает хитрый обманывает врагов вот все это рассказывается детям засовывается и в голову создается картина мира и дальше вы их не перешибете ничем за исключением очень серьезной эмоциональной личной встряски это к сожалению правда и это мы видим на каждом шагу и только в некоторых штатах некоторым губернатором не то что удается всяком случае они предпринимают колоссальные усилия для того чтобы это все развернуть и воспитывать изменить школьные программы так чтобы детей не воспитывали в ненависти к своей собственной стране вот я собственно об этом и разговаривал вот с этой дамой она там высокопоставленной республиканской партии председатель какого-то округа там не знаю партийная кроме того она в комиссии по образованию флорида и вот как раз с ней обсуждали потому что так сказать вот мы камертон наш создали волны в общем уже пошли хотя все это по-русски но люди там рассказывают о том какими способами учить детей в общем добрались на меня эти люди и мы начали обсуждать вот она рассказывала мне что учебники в принципе надо все переписывать она говорит от не то что там что-то поменять там выкинуть не один предмет не преподавать другой там не преподавать что-то другое эти учебники надо полностью перелопачивать половину учителей она говорит надо просто не пропускать на нам пушечный выстрел к детям потому что губернатор дал распоряжение ничего так сказать не рассказывать о том какие плохие белые и как ужасно они себя ведут и как стыдно быть белым где ровно половина преподавателей во флориде во флориде господа ровно половина преподавателей засовывают это теперь уже так сказать отдельными примерами и заставляют детей выступать и думать и говорить а теперь расскажи мне как плохо быть прелегиумированным белым и тому подобное то есть это настолько пронизала нашу нашу образовательную систему что надо ее что называется ломать и на обломках строить что-нибудь другое абсолютно абсолютно а возвращаясь все-таки к тому что происходит в украине и к реакции так сказать наших русскоговорящих которые проживают здесь у нас в штате многих у нас во первых большая очень украинская община этническая община довольно большая сильная мощная такая сплоченная а ну и кроме того все большинство подавляющее большинство русскоговорящих как-то откликнулись кто как может так и помогает значит история с моим племянником я уже рассказывал он отправил 500 долларов там ну как нашел какой-то призыв сайт отправил 500 долларов потом через пару дней решил еще видеть что там продолжается решил еще отправить деньги и он получил подтверждение с этого сайта что до ваши деньги получены все он отыскал это подтверждение и пытается выйти на этот же сайт сайта нет ошибка все они ничего не существует то есть при том что и люди искренне пытаются помочь наверняка находятся люди которые падают шумок начинают заниматься аферами самыми настоящими поэтому но это это должно восстанавливать это надо просто выяснять кто действительно это достаточно легко общем это сделать постараться выяснять вот сказать кто действительно передает если вы лично знаете людей которые собирают что-то в вашей общине недалеко от вас и люди которых вы знаете люди общественные которые занимаются до того занимались общественной деятельностью они не то что начали вчера собирать денежки да вот это надо надо тут учили поделаешь надо идти по принципу если от кого я знаю либо лично либо знаю что он этим занимает вот об этом я и хотел сказать существует такой american education иммигрейшн фонд который файпа ванси 3 имеет статус на не правительстве нам поправит организация на сайте директоров сидят хорошо знакомые мне уважаемые люди врачи адвокаты и прочие специалисты так вот к ним обратились врачи которые готовы пожертвовать какие-то суммы для того чтобы мы сейчас ведем переговоры с medical supply с тем чтобы по холлсейл получить и отдать а у нас есть такая организация мист она есть в разных штатах вместо карпаты в частности у нас организации который занимается отправкой там разного того что что необходимо сейчас в украине они раз в неделю отправляют самолет в польшу то есть грузит его ну вот я просто говорю для тех у кого есть сомнения куда каким образом перечислить если вы заряжена да просто катите рассказать название и дать потом адрес или там ссылку на эту организацию абсолютно вот кстати в нашей заставке когда когда мы с вами уйдем на рекламу там будет в том числе и american education immigration фант там есть и адрес веб-сайта когда вы заходите на эту страничку там потом через пару секунд такой поп-ап бакс выскочит с кнопкой донейши ну и в принципе там кнопка донейшн постоянно присутствует и эти деньги напрямую будут поступать люди которые знают что с ними сделать то есть они будут закупать необходимые медикаменты передавать это компании мест которая формирует посылки и отправляет в украину то есть при при любом раскладе чем бы не закончилась эта трагедия в украине там все равно будут люди которые будут нуждаться и в медицинской помощи в медикаментах и так далее поэтому я думаю что это правильное направление просто в денежной помощи для того чтобы закупить там еду там и тому подобное горючее и т.д. а я опубликовал вчера обращение по-русски и буду делать и по-английски тоже к байдену к руководству евросоюза и к столкенбергу это нато о том что если неделю тому назад это была региональная война между двумя странами то сегодня это превратилось уже практически в геноцид украинского населения с кучей уже существующих военных преступлений и надо перестать оценивать это как конфликт который мы не обязаны мы не хотим мы не должны это уже становится чем-то что угрожает и нашим жизням и всему человечеству потому что российские войска уже стреляют по атомным электростанциям по просто папа цикла фазоцикла там как они там называются синхер с фазотронами да вот что на самом деле это самая большая атомная электростанция на территории европы то что вот то что захватили русскими стреляли вернее полей они уже и захватили да и если бы они попали там не во второй отсек а в третий они попадали рядом то там мог быть такой взрыв который приблизительно в 10-15 раз сильнее чем чернобыльской а то есть там такое облако оттуда пошло бы так что это все уже больше не игрушки так вот к чему это говорю что я выпустил это обращение а в конце я попросил людей подписывать петицию для чтобы отправить путина в гаагу то есть гаагский трибунал и вот на сайте камертон камертон точка глобал мы добавили еще одну кнопку под названием петиция на двух языках из петиция и и прошу всех кто считает что путин действительно должен быть судим и и по закону наказан пожалуйста подпишите и все что надо это фамилию имя к страну и email для подтверждения это правильно я видел это надо перепад каждый кто видит нужно перепост таки нужно откликнуться и подписать вообще как бы ну вы же знаете приводится как бы юридические аргументы о том что не могут нато не может действовать до того как начали совершаться массовые убийства и и массовые нарушения то есть практически путин угрожает сейчас оружие массового поражения и уже начал практически это делать стрелять по атомной станции это и означает открыть дорогу оружие массового поражения неформально да неформально до формально не ссылается вообще фирме раз странная ситуация как мне кажется но даже вот из тех мер которые вот сейчас конгресс давайте попробуем принять звонок добрый день звоните конгресс рассматривать возможность выделения десяти миллиардов долларов на помощь украине и мне правда очень хочется верить что 90 процентов из этих денег не пойдут на закупку протухшие вакцины от к вида скорее всего так как нынешняя администрация уже показала что инфраструктур бил таскать там пять или шесть процентов всего на инфраструктуру запланировано это украдут а все остальное на что-то другое совершенно просто называется так то я очень боюсь что вот это вот вот огромное количество денег которые сейчас придумывают как своровать от на у наших детей чтобы они их потом отдавали с процентами я я очень против вот вот таких вот действий как минимум нынешнего правительства даже то что разворуют просто пошлют и сжим другие цели добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте это я сейчас разговариваю по радио да а у меня такое немножко сумбурное возможное выступление я постараюсь очень коротко во-первых вы понимаете а сейчас только чем вы призываете вам не кажется что это призыв к мировой войне ядерный россии это не югославия которые утюжили совершенно безнаказанно они же могут зверейте чем-нибудь ответить и тогда мало не покажется всем это первое второе а теперь я хочу вот представьте себе что зеленский начал повелить начал бы соглашаться с путиным начал бы отдал бы ему это луганское тот донбасс несчастный и войны бы это не было я как я надеюсь потому что не было бы повода начать эту войну вместо этого накачали оружием украину на усть калина россии россия сделала совершенно безумный шаг и сейчас одна надежда что это путина просто прихлопнуть его же соратники но если не прихлопнут вам не кажется что это призыв начать атомную войну вместо того чтобы какие-то соглашения подписать россии спасибо большое давайте вы по радио послушаете хорошо уже вы задали сразу же несколько вопросов и линия понятно направление да давайте начнем с того что пришел к вам вода мой человек и говорит я хочу там скажем так сказать вот эту комнату твою занять почему говоришь ты а мне она нравится ну и что же тебе нравится не твоя а я сейчас взорву твой дом а ну хорошо тогда давай проходит там два часа он выходит это собственно и кухня нравится а ты говоришь ты же сказал что ты что ты эти одна комната не будет взрывать мой дом до скала мне мне не нравилась твоя кухня часа присмотрелся мне нравится пусти меня на кухню если нет я взорву твой дом убью твоих детей и того подобное значит эта теория практика а описмент это называется по-английски или умиротворение по-русски пытаялись это делать тысячи раз из очень известных это так сказать примеров это только чем берлен вел политику англии а значит и европы по отношению к гитлеру значит бой но он живем больше ничего не нужно ему только нужно силезию забрать он больше ничего не нужно ему нужно только вернуть вот это вот но это кусок франции же когда-то четыре века тому назад принадлежал германии ну конечно и немцы хотят получить это обратно да пошло 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 и поехала значит есть к ним какой-то стал момент когда его уже практически остановить потому что мощь огромная больше и больше людей вовлечены больше и больше оружия делается и т.д. и т.п. то есть ты должен как только ты понял что эти люди они не пытаются разобраться они пытаются захватить ты сразу же понимаешь что их надо останавливать чем чем раньше тем лучше теперь насчет аргумента второго вашего что хотели взять луганск и там донецк и всего донбасс больше ничего а почему не хотели это взять а там оказывается люди живут которые говорят по-русски мало то что говорят по-русски они этнические русские при этом кричат мы этнические русские этнические украинцы практически одно и то же мы братские народы но как только дело касается этнических русских мы будем их защищать вот у меня сразу же есть вопрос на который если можно вот кто-то бы мне ответил а в начале двухтысячных путин начал бомбардировать грозный в грозном погибло по всем международным данным написаны книги из фотографии есть цифры население до того населения после того приблизительно 500 тысяч человек и вы знаете какой был состав этих людей 50 процентов были чеченцы ингуши дагестанцы и прочее а 50 процентов оказались этническими русскими то есть путин и его люди раздолбали уничтожили убили расстреляли танками задавили ракетами и тому подобное 250 50 тысяч этнических русских которые находились на территории их страны в грузии а убив их пошли защищать 250 тысяч русских которые находятся на территории донбасса ну вам не кажется что это немножко бред ну и потом уж если изначальная цель была защитить русских которые проживают на донбассе тогда возникает вопрос ну почему не вошли в донбасс и не защитили русских почему пошли на киев на харьков на одессу на херсон и так далее почему если бы а в крыму тоже русских защищали или чего другое вот на эти вопросы похоже ответов нет добрый день пожалуйста здесь большая русская община в сиэтле у нас чикаго довольно много живет огромная русская община добрый день пожалуйста в эфире но имею ввиду так этот пассажир вышел добрый день пожалуйста в эфире вообще удивляет на юность некоторых радиослужиц которые надеются на то что если он ждать крыма но крыма донбасс и луганство он остановится а причинами всего тому что он началось читаем саладу было то что тут и семнадцатом году рент военной базы сеть европы военная база россии завершался 2000 на 17 году и украина не желала продлевать этот контракт и поэтому путин чтобы сохранить военную базу захватил крыма а потом зашел вашу во вкус и увидишь что запад 7 мягче и мягче и захватила и вот сегодня привело к тому что мы сильно сегодня мы уже нацелился нас по украину вот я думаю что главная задача была сохранить военную базу а потом уже пошло по накатанной спасибо возможно возможно так возможно военная база была одни и одной из причин мы не знаем даже не в голове было но логическая цепочка поставлена правильно им что-то было надо они начали искать поводов и момент когда это можно сделать нашли повод и момент давайте-ка мы примемся буквально три минутки через три минутки вернемся и продолжим и примем звонки если у вас будут вопросы возвращаемся в программу леона вайнштейна голос здравого смысла телефон студии по-прежнему 847 4005 200 интересно в саке проводит пресс-конференции ежедневно и журналисты начинают задавать вопросы по того того ну вот в частности сейчас я была минутка я посмотрел сенатор республиканец предложил закон запрещающий покупать нефть у россии и псаки отвечают но вы понимаете что во первых мы действуем сообща со всеми вместе единым фронтом и монету бою так сказать президент думает о том чтобы отрицательно это не повлияло на маркет то цены поднимут то есть если если мы откажемся покупать российскую нефту на в номеровом рынке цену на нефть по ней повысится а еще она говорит президент заботится о том чтобы это не отразилось на нас потому что у нас цены повысится но так сделайте что-нибудь и хотя зиц председатель во время своего выступления в конгрессе как всегда заверяет о том что он делает использует все доступные ему инструменты для того чтобы держать под контролем цены на энергоресурсы палец о палец не ударил с тем чтобы развязать руки нефтедобытчиком там уж шахтером газодобытчиком наоборот закручивает гайки закручивает гайки и народ давайте попробуем принять звонок добрый день здравствуйте говорите да а уважаемый вы знаете мне кажется что вы абсолютно абсолютно правы что то что делает наш так называемый президент это ну вообще вопреки всему любому здравому смыслу но мне кажется что это делается еще и специально свое время обама стремился повысить цены на бензин у нас до 8 долларов за литр не аллон а литр и вот все что они сейчас делают это направлено в этом напомню с этой целью чтобы мы и заставить нас покупать вот эти вот электрические машины в принципе направлено против этой промышленности которая поддерживает республиканцев короче говоря все на грани маразма но самое главное что страдает страна которая вообще здесь как бы ни при чем и спасибо вопрос на самом деле понял я не думаю что у нас настолько умный белый дом чтобы просчитать вперед на столько шагов и ради того чтобы повышать цены на бензин а проделывать определенные действия но конечно в отличие от нас с вами которые страдают от этого и хотят чтобы цены бензин были меньше а те люди которые которых мы называем сейчас там крайне левое крыло там демократической партии или что-то такое вот там типа радикалы да они счастливы от этого потому что а если держать бензин нефть и тому подобное на какой-то такой более не менее там нормальной цене какой нормальная я когда приехал в америку это было какой там год был я первый раз приехал сюда в израиле уже прожил там 10 11 лет где-то восемьдесят четвертом я приехал сюда первый раз я взял машину и я платил 98 центов за галлон бензина сегодня я в калифорнии плачу только что сегодня 535 заплатил за галлон такого же бензина вот вот посчитайте во сколько раз с 84 года это увеличилось этот психоз это ненормально вот значит я с моей точки зрения надо чтобы это стоило доллар а с точки зрения байдена и его людей хорошо бы что это стоило 8 10 совершенно точно потому что таким образом они у них будет основание и народ пойдет легче на перевод значит совершенно сумасшедший бредовый антинаучный кретинский но попытку перевода нас на не знаю там ветер чего они вообще собираются до ветер солнце и там что ещеешь не буду забыл достаточно добрый день пожалуйста в эфире прошу прощения за шум ли он скажите пожалуйста какое еще надо совершить преступление стране агрессору чтобы оправдать существование на то он и всем остальным международным бюрократ спасибо большое ну смотрите к на то это по большому счету не имеет отношения на то это оборонительный блок созданный с одной конкретной целью если вот мы государства большие маленькие расположены в разных частей местах земного жара если на одну из нас кто-то нападает то так сказать автоматически все остальные начинают его защищать сделано это для того чтобы средние там и крупные государства не пожирали более мелкие той же идеологии которые вы на с которым мы находимся на поэтому там бельгия словом говоря голландия там дании и тому подобное они защищены америка и англией франции германии и нашим объединением поэтому к нато это имеет отношение мы говорим на то потому что у них есть мощная очень сила и поэтому мы обращаемся вот у вас же есть силы почему вы не помогли это одно но вы совершенно правы в том что есть юнеско который нету формальной силы но есть определенная задача и которая часть оон и уже по представлению юнеско или по представлению совета безопасности оон а теоретический мир не нато не америка не гербания не южная африка и тому подобное а мир должен обязан как бы по уставу оон объединиться в некую так сказать вот карающую силу и послать эту карающую силу для того чтобы остановить вот геноцид или там разрушение там преступления против человечества небольшая проблема заключается в том что значит таким образом это придумано это оон совершенно идиотская кстати организация с моей точки зрения я вот сколько тыс как начал разбираться немножко в политике в экономике я с этого момента призываю ее разорвать к черту и бабушки так вот она создана таким образом что у россии и у китая есть право остановить любую операцию которую хочет делать все остальное вся остальная организация объединенных наций а значит россия будет против как вы понимаете я думаю что китай тоже как минимум нейтрали но скорее всего будет против то есть никаких законных законных оснований как бы в оон и в нато у нас нет но когда начинают совершаться то что совершается сейчас бомбежки прицельные жилых кварталов а эти война была и в уганде есть война и в замбии и где-нибудь там таскать какой-нибудь там южно там чего-нибудь или севера чего-нибудь ничего не можешь поделать с к человеческий род 5000 там были там 6 тысяч лет что мы знаем у нас есть исторические справки в библии так вот все время мы находим в состоянии войны такое странное очень животное вместо того чтобы значит убивать только когда мы кушать хотим мы убиваем просто для удовольствия ли потому что кто-то хоть чего-то отнять у другого чего у него есть там или просто что обиделся того куча всяких эмоционально там таскать а у него там лучше чем у меня я пошел ударил ему булавой по голове значит вот это самое происходит только часто происходит не с булавой а с ракетой который называется булавой который летит 10 тысяч там километров и может прицельно попасть там в город вашингтон условно говоря там выпущены из подводные лодки и вот ужас заключается в том что мы продолжаем оставаться вот этими самыми пещерными людьми с психологией пещерного человека мне не понравилось там я тебе ударю кулаком по зубам а мне понравилось я пытаюсь у тебя отнять это а способы отнимания и расправы у нас выросли там в миллионы раз то есть вместо того чтобы там целый день махать мечом и может быть убить там 10-15 человек и устать смертельно вот ты можешь взять что называется нажать на кнопку и выпустить ракету по городу и города ничего не останется то есть вот это вот разница между тем что было когда-то и что сейчас давайте косительно да попробуем добрый день пожалуйста здравствуйте здравствуйте ли он вы можете мне сказать сегодня вчера было покушение на зелинского три раза на него покушались это значит они его нашли или что-то и по путин говорил что на его место он поставит какого-то раньше который был президентом в киеве но я забыла его фамилию он переехал в москву скажите пожалуйста вы знаете я честно говоря ничего не знаю о покушениях на зеленского я знаю что слухи ходили что там чеченцы поехали задание было убить потом шли какие-то слухи что несколько диверсионных групп там я не знаю это распускает это украина или это народ или это действительно так но мы знаем что кгб не внушается никакими методами и поэтому ну так сказать я думаю что часть часть скажем заговора изначально часть плана она была каким-то образом обезглавить украину я подозреваю что они настолько были уверены что они за два максимум за три дня так ведь возьмут страну и зеленского увезут американцы я думаю что подверг подоговорнику и страна страна абсолютно рухнет станет на колени а пол страны побежит с хлебом солью с цветами сыпать на танки что они совершенно ошарашены были когда в течение этих трех дней вместо того чтобы взять что называют они не собирались города брать они так сказать окружали их шли дальше окружали шли дальше и добрались до киева и вот так сказать единственный город который они собирались брать это киев и то в том случае если не удастся просто вывести оттуда всех тех кто командует встречали совершенно обалдели от того что что происходило том что происходит на сопротивление которое разом деле можно было предсказать вот я думаю что не вы и новые начальники врали путину полковники генералом генералы маршала маршала там генерализмусу и тому подобное разворовывали по дороге мораль кошмарная в российской армии солдаты такие вот смотришь на них они голодные даже не голодные за последние пять дней хотя это тоже есть а голодные месяцами может быть годами у них там в армии атмосфера этих самых дедов когда тебя заливают до смерти унижают там делают какие-то вещи которые абсолютно противоположны человеческому с моей точки зрения естеству там и тому подобное вот эта армия которая не понимает что она делает не понимает за что она сражается если бы она просто ехала на танков и стреляла по ним бы никто не стрелял то они были бы счастливы все хорошо героями вернулись еще украли там какой-нибудь что-нибудь украли из дома узыкраинского притащили в избу в какую-то там под черниль под сам под черник и в ту сторону полез да под курска а выяснилось что по ним стреляют и как-то вот так даже метко и хорошо и что делать и поэтому эти мальчишки перепуганные не понимающие чего они там делают они начали бежать они начали бросать оружие как арабы то же самое не понимали зачем нужно захватывать если так легко захватить иерусалим там то хорошо захватим а если евреи стреляют обратно зачем нам это нужно лучше пойду к себе домой и буду заниматься своими делами то же самое мне кажется происходит сейчас в российской армии и этот кошмар который устроил руководство она не понимала во что она влезает не понимала что у них нет армии она не понимала что у него что в армии есть украины они считали наоборот они пошли на эту кошмарную авантюру считая что они сейчас 234 быстро все сделают и путин станет искать одним из трех самых главных людей на планете вот скажите несколько дней уже говорят о том что идет конвой там растянувшийся на 40 километров большая большая какая-то армада движется на киеву сегодня утром я смотрел там сообщалось что уже в 15 километрах от киева и союзники предпринимают какие-то шаги к тому чтобы помочь киеву или так сказать для себя то они давным-давно все решили у меня порой складывается такое впечатление что украина стала разменной монете монетой в игре глобалистов что все давно решено что все что происходит ну с поправкой на обстоятельства это как бы результат какой-то такой каких-то может быть соглашение неофициальных неформальных намеками полу намеками посылами сигналами когда скажем посольство всех европейских стран посольство сша убежала заранее хотя если обратиться к истории второй мировой войны которая началась как известно там в тридцать девятом 1 сентября а когда германия напала 22 июня 41 года на советский союз посольство из москвы уехали только в октябре месяце а тут посольство накануне и о неизбежности атаки говорил зиц председатель постоянно хотя мир никаких не предпринимал единственно гнетал нагнетал обстановку кроме этого он заявил что если это будет небольшое вторжение то как бы мы с этим нормально даться кей вот если большое вот тогда мы посмотрим что нам делать и и и и так далее то есть у меня порой складывается впечатление что это все так было как бы все же у меня абсолютное ощущение что договорняк был и у меня есть абсолютное ощущение что путин решил немножко изменить то что то о чем они договорились я думаю что он решил что сейчас победно прокатятся вот за два дня по украине а я подозреваю что договорняк был следующий вы ребята заходите оттяпываете весь донбасс он становится вашим а значит и мы все садимся за стол переговоров и украина единственный способ будет избежать всего вот этого это убрать зеленского провести новые выборы а ввести донецк и луганск как в части федеративного устройства но здесь вернуться к минским соглашением слегка подправленным а значит по новой а путин знаете как так сказать вот да в грузии у него получилось в казахстане у него получилось с крыма у него получилось сирии у него получилось они были совершенно опьянены они были уверены что такие могучие непобедимые что они просто сейчас шапками всех закидают и поэтому он решил что дополнительно договорнику он еще и не просто войдет и заставить до торговаться а вот просто оттяпает всю украину а де-факто вот украина моя а вот теперь давайте начинает торговаться это не очень отличается от того договора который они совершили потому что потом должно было происходить вот то самое что происходит но просто решил чуть-чуть искать как говорят свою свою руку в картах подвинуть а что происходит сейчас это из-за героического поведения как народа так и зеленского я должен отметить что он с моей точки зрения был ценным президентом мирного времени и стал прекрасным президентом опасности вот героическими действиями и его и и и народа планы эти были нарушены и запад вынужден теперь правительство западное потому что они не могут из-за своего народа теперь делать то что они собирались сделать раньше а именно продать украину продать свободу продать из-за жена точно это глобалистские планы конечно объединение вовсе более и более крупные так сказать вот как евросоюз до бредовое объединение мертворожденное но они его держат держат за счет бюрократии держат обманом держат за счет шантажа там и того подобного так создается потом восточноевропейская потом сливается потом сливается конечно это был часть глобалистского плана точно также отчаян глобалистского плана развалить мощь соединенных штатов в америке и сделать ее страной который тоже можно управлять на таскать откуда-то там глобалистами вот народ украины не дал вот у нас когда-то произошло до 4 года трамп остановил это дело а сейчас народ украины останавливает это делал если какие-то предположения о том но мы сейчас наверное можем только гадать или предполагать чем все это закончится думаю что необходимо украинцам а продержаться а всем дней а ну я всем 86 не знаю я имею ввиду не продержаться там где-то там зацепившись да а вот так как они это делают то что на вчерашний день насколько я знаю из моих российских источников на стол главкома регла справка о том что больше 9000 солдат погибло уже российских а это не считая тех которые сбежали или ранены 9000 подтвержденных погибших солдат все представьте что это такое это очень больше чем сталинград а за сколько за за 7 дней войны погибло 9000 человек значит больше чем 1000 1000 1000 солдат наступающей армии а фантастические цифры совершенно так вот если такое будет продолжаться дальше то сколько бы не тянул запад говорят они очень много но пока мы не видим эшелонов которые тянутся туда ладно давайте хотя бы оружие украинцев руки украинцам руки но давайте да вот если еще несколько дней украина будет вот держаться вот так и будет куда поставлять откуда там из польши там откуда ты еще что оружие польется достаточно серьезной рекой и это оружие которое предоставляет им значит германия впервые после полу 46 47 года когда им запретили это делать впервые приняло решение в зону конфликта поставлять оружие значит назначены эстонцы отвечающим за эту поставку эстонцы собирают по прибалтийским республикам берут из германии значит из нидерландов нидерланды поставляют свои арпиджи там и прочее да противотанковые ракеты в ракеты земля воздух и тому подобное еще несколько дней и они начнут литься ручейком а потом потоком в украину и баланс сил поменяется вот сейчас украинцам надо продержаться еще больше давайте день простоять до ночь продержаться как там в мальчишеньке мальчишево ну если бы события будут развиваться по этому сценарию похоже россии тогда превратиться в северную корею нет россия там слишком много людей которые слишком хорошо живут они только хорошо живут полковники и генералы в северной корее не нравится российским олигархам все генералы в россии как вы понимаете давно олигархи поэтому нет скорее всего найдется брут который вставит ножик в спину путина либо кто-то там понюхает он что-то или что-то еще либо путина переделывают в обрамовича а положат труп двойника и там тройника не знаю то есть что-то такое произойдет потому что тогда будут сдавать путина как того тирана сумасброда который все это делал а все они окажутся были против и вот сейчас они освободились от него и сейчас они выходят из украины выходят из донбасса выходят из крыма выходит из грузии выходит оттуда выходит оттуда лишь бы им далее что называется мирно тратить свои наворованные миллиарды ну никто в россию персе в саму не полезет если они что называется у ползут уберут свои щупальца то россия станет приблизительно то же самое что с путина можно чуть-чуть по-другому но уже ближайшие 20 лет не агрессивная а если брута не найдется потому что брута не найдется потому что ну вот сейчас на самом деле начинают как бы затронули интересы олигархов отнимают у них собственность там яхты многомиллионные олигархи добраться до путина могут а допутина может добраться его собственная охрана как всегда на самом деле это и происходило до всегда таскать там редко когда я сказал брут специально для того чтобы но всегда предприторианцы либо ближе таскать к нам стрельцы или кто-то еще кто собственно и защищал монарха главу кто-то там находился кто решал что-либо по заданию либо либо просто от себя но пора его смещать кому разрешено с оружием ходить рядом с главком да только тем кто его охраняет у других оружие обыскивают от него я думаю теперь меняется я думаю теперь меняет свою охрану каждый там можно поменять охрану как раз получить человека непроверенного он же ведь понимает что достаточно найдется людей его стали тоже понимал и кучу народу понимал и все остальные понимают я не знаю он уже находится вы думаешь уже находится в истерике потому что какие-то его заявления и действия показывают что они теперь реактивный то есть они реагируют на происходящее они спланированные заранее или акции эти кэши дурацкие заявить филляндии и швеции что они вторгнутся в эти государства если те подумают о нато это было идиотское глупое заявление а говорить о том что они взорвут купол над с этой самой чернобыльской было идиотское заявление то есть я думаю что там просто паника и оттуда идут там сопли крики и вой ну ладно хорошо уже подошли к концу на часа господа чтобы через неделю мы праздновали освобождение украины спасибо ли он и до встречи в следующий раз до свидания а